Продолжение следует... Есть ли такие люди, которые уже путешествовали самостоятельно, без помощи турагентов и туроператоров? Кто уже самостоятельно планировал путешествие и ездил в свое самостоятельное путешествие? Светлана, Любовь, Сергей. Супер! Скажите мне, пожалуйста, когда мы планируем путешествие, вот с чего это начинается? Самый первый шаг, с чего мы начинаем? Какие первые шаги мы предпринимаем, когда мы планируем путешествие? Выбор маршрута. Решаем, куда поехать. Сергей. Супер. Когда? Отлично. Определиться, когда и куда. Главное, найти дешевый перелет. Валентина. Супер. Отлично. Давайте представим, что мы не зависим ни от времени, ни от нашего бюджета. Вот весь мир нам открыт. Представили? Что мы будем делать в таком случае? Что же такое? В моей презентации спрашивают у знакомых совета, куда можно поехать. Хорошо, Сережа. А если ваши знакомые, ну, немножко отличные вкусы от ваших и разные понятия об отдыхе, будете ли вы слушать их совета? Насколько вы уверены, что советы друзей и знакомых вам действительно будут актуальны и помогут именно в выборе вашего отдыха? Страна. Страна это хорошо. Страны, да, нужно определиться, но, наверное, мы начинаем запекниться страны. Валя, то вам необходимо побеспокоиться заранее о собственном проживании и о комфорте. Конечно, длительность поездки мы учитываем. Здесь какой момент? Во-первых, нам необходимо рассчитать бюджет, правильно, чтобы мы не остались без денег к концу отдыха. Во-вторых, вот у меня, например, была ситуация с моей туристкой, которая полетела на Шри-Ланку на 5 ночей. Несмотря на то, что у нее был короткий отдых, она, отпуск, она хотела именно на Шри-Ланку полететь. Перелет занимал порядка 9 часов. Ну, туда она долетела, прекрасно отдохнула, там, получается, пока отоспалась день после перелета. Она потом отдохнула несколько дней, и обратный путь у нее занял там практически сутки, потому что в Шри-Ланке, если вы знаете, если были, то там очень длительная дорога от аэропорта и в аэропорт от отеля, соответственно. И она, вы, так как там практически вся дорога, это большой торговый ряд, вдоль дороги стоят торговцы, и вот рынок у нас продолжается практически от самого аэропорта ко всем отелям. Поэтому она выехала за много раньше, чем ее рейс был, чем регистрация на рейс. Очень долго ехала до аэропорта, и перелет занял длительное количество времени. И, естественно, после такого отдыха девушка должна была немножко отдохнуть. Она на работу приехала совершенно уставшая после такого отпуска. Поэтому, если вы летите далеко на другой континент, если перелет длительный, то длительность поездки должна быть у вас, ну, хотя бы дней 10, а лучше всего 2 недели, чтобы вы все-таки отдохнули, и длительный обратный перелет у вас не перечеркнул все ваши впечатления и яркие эмоции. Карта сезона. Вот поймала свои слайды, которые у меня сегодня никак не слушаются. Вот карта сезона. Смотрите, пожалуйста, друзья. Пляжный отдых у нас выделен желтым. Например, вы видите, в Европе есть ряд стран, в которых присутствует летний пляжный отдых. Все остальное время это экскурсионный отдых. А голубым у нас выделены горнолыжные страны, где возможен горнолыжный отдых. Можете эту карту не копировать с экрана, просто она есть в интернете в разных вариантах, и, в принципе, всегда они соответствуют действительности. Конечно, если вы уже определились каким-то направлением, то уточните еще раз в каких-то дополнительных источниках, почитайте, когда сезон и когда стоит ехать. Если мы говорим о ценах, то, конечно, в межсезонье всегда дешевле, потому что, если мы даже скажем о той же Турции, то в мае месяце или в апреле еще лучше, море непрогретое, но, тем не менее, цены на отель совершенно адекватные, очень низкие цены. На высокорейтинговые, на хорошие, качественные отели очень можно дешево отдохнуть. Точно так же и в других странах. Если вы смотрите, что начало сезона или конец сезона, вы знаете, что, во-первых, там будет меньше людей, во-вторых, вы дешевле сможете отдохнуть и в самом отеле, забронировать отель дешевле. Соответственно, будет у вас выше сервис, потому что процент продавцов и потребителей будет намного больше. Тех людей, которые создают сервис, будет намного больше, нежели путешественников. Поэтому вот таким вот образом, когда вы едете, например, также учитываете каникулы школьные. Во время школьных каникул из вашего региона, если вы знаете, что в вашем регионе каникулы тогда-то в определенные даты, вы должны этот момент учитывать и стараться не ездить по возможности в это время. И, конечно, если у вас есть дети, то других вариантов нет, приходится подстраиваться под каникулы. Но, как правило, во время каникул очень большая загруженность и на авиаперелетах, и, соответственно, много детей на рейсах, на самолетах и на курортах, очень много детей. Поэтому такие вот моменты учитывайте. Ну, как мы уже говорили выше о том, что континенты страна, необходимо учитывать такой момент, если вы выбрали другой континент своего путешествия, то вы должны понимать, что это длительный перелет, что это может быть тяжелый перелет, особенно если вы летите какими-то низкобюджетными авиалиниями, там будет очень мало места для комфортного отдыха, поэтому настройтесь на вот такой вот сложный перелет. Если вы летите каким-нибудь пересадочным рейсом, то здесь можно посоветовать вам сделать выход, не маленькую стыковку, а сделать большую стыковку в другой стране, чтобы вы, во-первых, могли и дополнительную страну посмотреть, и, во-вторых, это будет не так сложно вам будет лететь, и туда, и обратно. Если вы уже определились со страной, в которую вы хотели бы побывать, полететь, конечно, вы должны учитывать транспортное соединение внутри страны, потому что не всегда есть возможность путешествовать там общительным транспортом. Если вы видите картинку снизу, это поезд Индии, и по Индии, собственно, вот так вот люди едут, и путешественники точно так же, очень часто пропадают там и чемоданы, и багаж, поэтому вот такие нюансы учитывайте, читайте на форумах, интересуйтесь у знакомых, которые там были. В чем нюансы? Потому что самостоятельное передвижение не по всем странам всегда комфортно, ну, если вы не арендуете автомобиль или не ездите на такси. Конечно, необходимо нам учитывать и стоимость жизни той страны, в которую мы едем, потому что если у нас ограниченный бюджет, а мы едем в Швейцарию, то мы должны обходиться очень малым, и не будем обедать в ресторанах каждый день. Культурные традиции вы также должны учитывать, чтобы не попасть в неприятные ситуации какие-то, не оскорбить людей другой национальности или другой вероисповедания. Кухня, если мы говорим об Азии, например, то там кухня достаточно острая, и это связано с тем, что она готовится часто в условиях не совсем санитарных, скажем так, антисанитарных скорее. Поэтому либо вы будете кушать острую пищу, если она вам непривычна, то вам придется брать с собой набор лекарств от кишечных расстройств. Поэтому вот такой момент тоже учитывайте. Ну, конечно, политические криминогенные обстановки тоже необходимо принимать во внимание, потому что если вы едете в Латинскую Америку и выходите из аэропорта обвешенный там всевозможной фото-видеотехникой и блестите разными телефонами, то очень быстро вас от них избавят. Будьте осторожны и соблюдайте меры осторожности в странах, в которых не очень приятная криминогенная обстановка. Ну, после того, как мы уже определились со страной и с континентом, конечно, мы должны побеспокоиться о документах, которые нам необходимо взять. Прежде всего, конечно, нам необходимо, что загранпаспорт, правильно, друзья? Без загранпаспорта мы никуда не сможем улететь. Если его еще у вас нет, то необходимо его оформить. Уточните в своем государстве, в своей стране правила оформления загранпаспорта. Там, насколько я понимаю, это не сложный процесс в разных странах, не только в нашей, поэтому это несложно сделать, просто это необходимо сделать для путешествия. Если у вас есть уже действующий загранпаспорт, то, прежде всего, вам необходимо дату окончания проверить этого паспорта. Как правило, если мы говорим о Европе, то там срок окончания паспорта должен быть 90 дней с момента вашего возвращения на родину. Есть очень ряд стран, в которых сроки паспорта должны быть не менее полугода, то есть 6 месяцев. Поэтому проверяйте по каждой стране индивидуально, какие требования к срокам окончания паспорта для посещения этой страны, потому что вас просто не пустят на территорию этого государства. Вы сможете провести отпуск только в аэропорту, дожидаясь своего обратного рейса. У вас также необходимо быть пустые странички. Если вы подаетесь, скажем, на шенгенскую визу или на визу, которая вклеивается в паспорт, у вас должно быть две пустые странички, то есть разворот паспорта. Если это не шенгенское направление или виза, которая не вклеивается в паспорт, а просто отдельно вкладывается, как провиза, как виза в Эмират, на Кипр, то вам достаточно просто одной страницы для того, чтобы вам поставили штамп на таможне. Касательно детских документов. Вам необходимы либо детские провизные документы, скажем, за гранд-паспорт, либо ваш ребенок должен быть вписан в паспорт родителей. С 5 лет уже должна быть вклеена его фотография в паспорт родителей, то есть или одного из родителей, с которым он путешествует. Не забудьте взять документы на ребенка, если вы едете с ребенком. Если мы выбрали визовое направление, визовое государство, то что нам нужно учитывать? Во-первых, время оформления самой визы, то есть если вы подали документы, то сколько будет срок оформления этой визы. Во-вторых, конечно, вы должны уточнить процесс и все документы, необходимые для оформления, сможете ли вы собрать все необходимые документы, и как быстро вы это сможете сделать. Есть ли запись на подачу документов, потому что есть ряд, скажем, шенгенских государств, в Киеве у нас уже выстроилась очередь за визами, и подача документов иногда бывает на месяц вперед. Поэтому уточните этот момент. Если вам срочно нужно лететь куда-то, а записи уже нет, то вы просто туда не сможете попасть. Вам необходимо будет визу через другое консульство открывать. Ну и если у вас виза, которая делается отдельно, не вклеивается в паспорт, то есть виза, как я уже говорила, на Кипр, например, делается право-виза, вам необходимо ее распечатать и также взять с собой. Не забывайте распечатывать визы. Виза в Арабские Эмираты должна быть у вас распечатана и должна быть вложена в паспорт или в папочку, которую вы введете с собой. Конечно, когда мы уже определились с направлением, узнали все визовые нюансы, то мы должны уже переходить к бронированию. Мы бронируем транспорт. Транспорт на какие виды могут быть? Это авиа, воздушный транспорт, наземный транспорт, может быть морской транспорт какой-то, водный. Поэтому, когда мы уже определились с самим транспортом, как мы будем добираться в путешествии нашей мечты, нам необходимо забронировать билеты. После того, как мы забронировали, необходимо на сайте авиакомпании что еще посмотреть? Уточнить нормы багажа, то есть что мы можем взять с собой, какие виды багажа. Об этом мы чуть-чуть дальше поговорим, я вам расскажу, какие возможные варианты. Есть ряд авиакомпаний, больше касается лоукост авиакомпаний. Друзья, вы знаете, что такое лоукост или низкобюджетные авиалинии? Я просто не хочу на этом подробно останавливаться, потому что Галина Веселуха готовит вебинары по бронированию авиаперелетов, и там будет это все подробнее. Есть, Лариса, благодарю. Друзья, вы знаете, что такое лоукосты? Ну, я очень коротко пройдусь. Значит, если авиалинии есть регулярные рейсы, то есть рейсы, которые у нас летают по расписанию, несмотря ни на что, ну, кроме там погодных условий, они летают в определенное время, в определенные аэропорты. Есть у нас лоукосты, это бюджетные авиалинии, которые, на них существует ряд ограничений, скажем, по ограничениям по весу багажа, по размерам багажа. У них нет питания, как правило, на борту, у них небольшое там расстояние, еще меньше, чем на регулярных рейсах между креслами. Они летают из маленьких аэропортов, часто это аэропорты, удаленные от города. Но, в принципе, это достаточно быстрые, комфортные самолетики, которые вот так часто и дешево летают в разные города и страны. Есть еще чартерные рейсы. Это чартеры, которые заказываются какими-то, вот какие-то конкретные регионы, допустим, как вот туроператоры работают, они сбрасываются коллективно несколько туроператоров и заказывают у авиакомпании чартер, скажем, в Анталию из определенного региона. И таким образом продают билеты уже на чартер, то есть это чартер, рейсы, которые склиниваются в общее расписание, в общий поток на конкретный сезон, может быть. После того, как мы уточнили нормы багажа по нашей авиакомпании, если мы летим лоу-кост авиакомпанией, низкобюджетными авиалиниями, то необходимо нам будет перед самим полетом обязательно зарегистрироваться на сайте, друзья. Помните этот момент и не забывайте о нем, потому что если мы регистрируемся или чекинемся, как говорят, на сайте, то нам это проходит бесплатно. Если мы приходим, не зарегистрировавшись в аэропорт, то придется заплатить нам порядка 70 евро часто. Достаточно дорогая регистрация в аэропорту и распечатка авиабилета. И также обязательно распечатайте авиабилет. Несмотря на то, что многие авиакомпании утверждают, что авиабилеты у нас электронные, все-таки если вы летите в другое государство, распечатайте билет туда и обратно. Особенно если у вас тыковочные рейсы, то у вас должны быть все билеты. И для проходения паспортного контроля вам пригодится по прилету в другую страну, особенно если это визовое государство. Поэтому билеты я рекомендую все-таки распечатывать и иметь с собой под рукой всегда. Какую-то заведите папочку, в которой все это будет. Еще лучше сделать фотографию всех своих документов, скажем, в телефон. Мы все с телефонами сейчас ходим, в которых есть хорошие фотокамеры. И все документы пофотографировать, сделать себе вот такие файл документы. После того, как мы определились с транспортом, мы бронируем проживание. Выбираем номер, который нам там по душе и по бюджету устраивает. Что необходимо учесть, друзья, перед путешествием. Если у вас ранний прилет, например, в город, и в таком случае вы должны уточнить, какие условия раннего поселения в этот отель. Потому что вы знаете, что, как правило, в 12 часов это время поселения, в 14 часов время поселения, только в номер. Если у вас нету какой-то конкретной программы, то вам лучше они либо побеспокоятся, если отель не селит раньше, или он загружен, либо, может быть, они будут требовать какую-то с вас доплату. Но, как правило, отели идут навстречу. Вы можете прийти, оставить свои вещи, и через какое-то время свободный номер вам может быть предоставлен. Но все-таки этот момент очень учесть. Особенно, если вы путешествуете с маленькими детьми, или с пожилыми людьми, или с какими-то людьми, которые требуют отдыха после перелета. Этот момент, пожалуйста, учитывайте. Есть еще момент по позднему заселению. Есть гостиницы, в которых ресепшн не работает круглосуточно. Если это маленькая гостиница, то вам необходимо связаться с отелем. И по электронной почте это можно сделать, если есть адрес Skype, может быть, то и уточнить, как вы сможете получить ключ в свой номер. Потому что может оказаться так, что ресепшн не работает, а вы приехали в отель и не знаете, как попасть в свой забронированный, гарантированный номер. Поэтому такой момент тоже учитывайте, если вы прилетаете поздно. И, конечно же, у вас должен быть распечатан ваучер, и обязательно его берем с собой. По всем этим документам мы в конце подведем итог, и все эти документы я вам покажу вместе, чтобы вы знали, что у вас должно быть с собой. Конечно, мы должны еще брать с собой деньги, друзья. Правильно? Если мы едем путешествовать, даже если у нас все включено, то хотя бы на какой-то маленький сувенир у нас должны быть средства. Каким образом мы берем деньги? Либо в электронном виде, то есть на карточке, либо на личные. Если у вас нету карточки и пеймент, наполненной деньгами, если вы только в начале своего пути, то вы можете пользоваться карточкой любого банка своего государства. Вам необходимо ее оформить будет в банке. обязательно предупредить банк о том, что вы уезжаете в другую страну, потому что может быть такая ситуация, когда вы не предупредили банк, сняли наличные в аэропорту своего государства, полетели в другую страну, через пару часов сняли в другом аэропорту, и банк вам заблокирует карточку, вы останетесь без средств, на которые вы рассчитывали. Поэтому необходимо вот такой момент учитывать. Также узнайте об ограничениях на снятие по карточке, на суточные ограничения. Если какие-то ограничения, и если они вас не устраивают, то договоритесь с банком об увеличении либо суточных ограничений, либо одноразовой покупки. Конечно, я вам советую все-таки всегда брать с собой наличные, даже если у вас хорошая карточка с большой суммой средств. Наличные вам могут пригодиться и оплатить такси за наличные, за валюту именно той страны, в которой вы находитесь. Поэтому вы должны знать также и тот момент, как обменять валюту в той или другой стране. Как правило, в аэропортах есть обменные пункты, и курс там не всегда выгодный, но, как правило, он невыгодный, он заниженный, но небольшую сумму на первое время, тем более, если вы не планируете много покупать сразу же, первый день, то вам будет достаточно небольшую сумму денег обменять прямо по прилету на местную валюту. Дорогие, если есть какие-то вопросы, задавайте по ходу, потому что мы некоторым моментом не будем возвращаться. Но я думаю, что тут, в принципе, все понятно. Что еще хотела бы обратить внимание, что если вам необходимо связь с родными и близкими, а мы сейчас живем в таком мире, когда мы привыкли быть постоянно на связи, знаете, я недавно читала шутку такую, что если звонит мама, и ты с первого гудка не поднял трубку, ты автоматически считаешься без вести пропавшим. В принципе, так оно и есть. Если мама не дозвонилась, то тут же поднимается паника, куда вы пропали. Ну, у нас, во всяком случае, так сегодня. Поэтому вы должны заблаговременно побеспокоиться о том, чтобы была у вас связь с родными и близкими в вашей стране, если вы едете за рубеж. Каким образом это можно сделать? Либо подключить роуминг на своей карточке телефонной, либо купить сим-карту для путешествий, то есть travel sim. Можно купить местную карточку. Почитайте на форумах, часто возле посольств продают. Даже на Украине я видела, что возле посольства можно купить сим-карточку другого государства. Ну, либо просто пользоваться открытым Wi-Fi, который не запаролен в каких-то общественных местах, в кафе, либо ресторанах. Если это достаточно развитое государство, то, как правило, такие моменты присутствуют. Или в фойе того же отеля всегда он присутствует. Wi-Fi в открытом доступе. Что еще необходимо, друзья, нам учитывать? Обязательно, конечно, у вас должно быть страхование. Страховка у вас должна быть обязательно, потому что если вы едете и уверены, что с вами ничего не произойдет, это, конечно, прекрасно, но страховка стоит не так дорого, а лечение в любом другом государстве может вам обойтись в кругленькую сумму. Поэтому я думаю, что лучше заплатить наперед и не беспокоиться о том, что может или не может что-то с вами произойти. Конечно, еще вы должны продумать и досуг, и развлечение. Даже если вы едете на какой-нибудь тюленей отдых, скажем так, и не хочу никого обидеть, но часто бывает такое желание просто вылежаться на боках у некоторых людей, и вы готовы там пролежать неделю в отеле на все включено, все равно вы должны учитывать, что может быть и просто не запогодится, и лежать будет достаточно бескомфортно и прохладно. Поэтому подумайте о том, чем вы займетесь в такой вот непогожий день. А если вы активный путешественник и не готовы лежать на боку, то, конечно, вы заблаговременно должны предусмотреть, какие достопримечательности рядом, какие музеи, где лучшие рестораны почитайте, в какие стоит пойти, а в какие не стоит, несмотря на то, что они там достаточно раскручены в интернете. Подумайте о том, где вы будете покупать сувениры, потому что очень часто в туристических зонах это сувениры намного дороже и не всегда хорошего качества. Можно найти какие-нибудь небольшие торговые лавочки где-то в стороне, об этом можно почитать на форумах, многие путешественники делятся об этом с удовольствием. И еще такой момент, друзья, учитывайте, что есть, скажем, в Европе в воскресенье очень многие магазины закрыты полностью. И если вы... Мы когда-то столкнулись с такой ситуацией, что отложили все свои покупки, мы присмотрели, что где купить, и отложили все покупки на воскресенье, и оказалось, что все магазины закрыты, те, которые мы запланировали обойти. И пришлось нам покупать как несознательным путешественникам все сувениры и подарки друзьям и родственникам в дьюти-фри, уже на обратном пути. Поэтому учитывайте такие моменты. Ну и просто после того, как мы уже определились и с проживанием, и с транспортом, конечно, нам необходимо упаковать чемоданы. Я думаю, что когда... Ну, в принципе, точно так же и я упаковала чемоданы, когда мы первый раз ехали в отпуск, особенно с ребенком, если ты едешь в отпуск, берешь на все случаи жизни. Если едешь на неделю отдыха, обязательно на неделю вещей на случай холода, потом на неделю вещей на случай жары, а потом вдруг еще что-то пригодится. И, в общем, огромные чемоданы, такие колоссальные, громоздкие, тяжелые, тащишь за собой. Но с опытом это все проходит, и когда ты уже путешествуешь ни один, ни два раза многократно путешествуешь, то же приблизительно понимаешь, что тебе может понадобиться. Как правило, это какая-то универсальная одежда на все случаи жизни, удобная обувь. Единственный момент, если вы едете в какой-нибудь лакшери-отель или отель категории, скажем, 4 звезды и выше, там принято все-таки прилично одеваться на ужин. Поэтому, пожалуйста, хотя бы какие-то приличные брюки или платья, должно быть у вас, это не должны быть шлепанцы и шорты. По поводу клади, я хотела вам рассказать, чтобы не было такого случая, что вы летите лоукостом, забронировали дешево авиаперелет и упаковали огромный чемодан, так как решили выгулять все свои платья, и пришлось вам заплатить за весь свой багаж стоимость своего перелета, иногда и дороже. Поэтому учтите такой момент, что если вы летите низкобюджетными авиалиниями, лоукостами, то есть у них ограничения по ручной кладе. У некоторых есть просто ручная кладь, у других, вот скажем, визер, который летает из Киева, у него есть мелкая ручная кладь и крупная ручная кладь. Мелкая ручная кладь это та кладь, которую вы ложите у себя под ногами, под сиденье впереди, которое перед вами, то есть оно должно помещаться под сиденье внизу. То есть вы понимаете, это достаточно маленькая сумочка, вот здесь размеры указаны, 42 на 32 на 25. Если это крупная ручная кладь, то она должна помещаться сверху у вас на багажной полке над вами, и она должна там тоже не более 10 килограмм, то есть вы в принципе самостоятельно должны ее забросить, никто вам не должен ее помогать. Если мы говорим уже о багаже, то багаж это крупногабаритные чемоданы от 15 до 32 килограмм, индивидуально по каждой авиакомпании необходимо уточнять, потому что нету каких-то общих правил, и вы должны смотреть у вас в авиабилете, как правило, это указывается. Обратите внимание на такой момент. Если вы летите низко-бюджетными, то это обязательный пункт, который необходимо учитывать, потому что иначе вам придется заплатить кругленькую сумму в аэропорту. Если вы летите с полным чемоданом из дома, то обратно представьте себе, сколько вам нужно будет заплатить за багаж, когда вы купите сувениров и гостинцев. И теперь я хочу обобщить те документы, которые вам необходимо взять с собой, друзья. Прежде всего, это загранпаспорт. Конечно, я бы рекомендовала вам брать еще и делать копию всех документов, о которых мы говорим. Сделать фотокопию на листкан-копии на телефоны, на устройство, которое вы берете с собой, чтобы у вас были эти документы всегда при себе в случае потери или где-то забыли или, не дай бог, украли. Обязательно берете загранпаспорт, билеты на весь транспорт распечатанные, ваучер на поселение во все отели, в которых вы планируете остановиться. Если вы планируете брать автомобиль в аренду или такая возможность существует, берите обязательно водительское удостоверение, потому что иначе вы не сможете взять автомобиль в аренду, вам его не дадут без водительских прав. Медицинскую страховку, конечно, я тоже вам рекомендую брать. Не надейтесь на авось, лучше надейтесь на себя. По документам ребенка я уже говорила, обязательно паспорт на ребенка либо вклеенные фотографии и вписанный ребенок в документ. Разрешение на вывоз ребенка берется, если ребенок едет с одним из родителей либо без родителей вообще. То есть, ну, едет с бабушкой, с дядюшкой, с тетушкой. Обязательно должно быть письменное, нотариально заверенное разрешение на вывоз ребенка. Если вы покупили заблаговременно билеты на развлечения, то распечатайте, чтобы они у вас были какие-то билеты в музей либо на концерт. Рекомендую вам забить в телефон телефон консульства вашего государства в той стране, в которую вы едете, либо представительства вашего государства, а также телефон страховой, который указан у вас в полисе, чтобы в случае чего у вас он был всегда под рукой в телефоне. Не нужно было рыться в бумагах. Сделайте копию всех документов. Рекомендую брать карты и путеводители, конечно, для того, чтобы активно и использовать для души и провести свой отдых и составить план поездки. План поездки, вот, ну, к примеру, такой может быть, как я сейчас вам покажу, где вы прописываете маршруты всего следования. То есть, если у вас особенно стыковочные рейсы, если вы летите не прямым рейсом, а рейсом, который с пересадкой, убежал план, сейчас вернем план и покажу вам, то вы вносите просто туда все рейсы, чтобы у вас была визуальная информация под рукой, чтобы вы не путались, когда вам нужно там доехать до аэропорта. вы знаете, что регистрация на рейс за два часа открывается и вы должны быть в аэропорту заблаговременно, не планируете на последний момент, потому что за полчаса она уже закрывается. И я была сама в последний раз в Минск, когда летела, летела с женщиной, которая опоздала накануне на свой рейс. Еще рейс не улетел, было полчаса до взлета рейса, но ее на рейс не пустили. Она была вынуждена перенести поездку на следующий день. Естественно, она потеряла все билеты, которые предварительно бронировала. Поэтому заблаговременно приезжайте в аэропорт. Необходимо также составлять подробный план по отелям, в которых вы планируете быть. Если у вас не одна страна, то, пожалуйста, запишите себе в каком отеле, по какому адресу вы будете, когда там поселение, выселение и так далее. Это, конечно, не обязательно, но я думаю, что если у вас это на одном листочке, на одной странице, это всегда удобно и всегда под рукой. Если вы планируете посетить что-то, также необходимо лучшее. Нет необходимости у меня лично, но как рекомендацию могу вам посоветовать составлять подробный план посещения тех или иных мест, куда бы вы хотели поехать, побывать, чтобы ничего не упустить и все успеть во время своего отдыха. Ну и самое главное, друзья, от момента планирования, от момента мечтания необходимо переходить к действиям. Поэтому, когда вы закончите вебинар, так как кинка, которая у вас была перед глазами, пусть она воплотится в реальные действия. И я желаю вам приятного отдыха и хороших путешествий. Если у вас есть какие-то сейчас вопросы, пожалуйста, рада буду на них ответить. Благодарю вас, благодарю девочки, девушки, путешественники, путешественницы, благодарю вас и желаю вам приятного отдыха, друзья. Всего хороших выходных предстоящих. Всего доброго. До новых встреч.